Всем доброе утро! Сегодня у нас 26 июня, суббота, полдвенадцатого уже дня утра, на улице плюс 30, с утра было 26. Так, я приготовила завтрак. Здесь у нас омлет из полтора яиц на двоих, бекончик, огурчик, творожок. Сейчас нальем кофеюк. Три, три, два, так, все, кофеючик. Так, все. Здесь я буду вечером с курицей варить. Суп лапша сегодня у меня будет вечером. Сейчас корочка разморозится. Так, это я тут яичницу готовила, амолед точнее. Так, все, идем завтракать. Два кусочка хлебушка, творог, точнее это творожная паста с изюмом, жирная, кофе, омлетик, огурчик, бекончик. В принципе, можно еще на хлебушек масло намазать. Но я даже не знаю, надо или не надо. Наверное, не надо здесь так всего достаточно. В общем, все, ребятки, пошла я завтракать. Погодка неплохая, в принципе, сегодня. Плюс 30 тени. Значит, на солнце под 40. Навряд ли мы сюда сегодня куда-нибудь пойдем. Можно было, конечно, в кино сходить. На 12.30 там сеанс. Новый фильм вышел. Бендер. Про Остапа Бендера. Про его детство. С чего там все начиналось. Новый фильм какой-то сняли. Хотели сходить. Ну, в принципе, там на 12.40. Не, мы уже не успеем. Уже надо выходить. Мы еще не завтракали. Значит, сходим. Да жарко в такую погоду ходить. Нафиг. В следующие выходные сходим. В следующее воскресенье. Например. Завтра я работаю. Сегодня будем дома сидеть, от жары прятаться. У меня еще там целый лоток мороженого. Мороженое будем есть, кофе пить. А вечерком, часу 8, наверное, выйдем погулять в парк. Вот в тот, в Тушинске, где в тот раз я теплоходы снимала. В общем, посмотрим. Завтра я работаю. Два раза ходила в одном и том же платье. Надо сарафан погладить. Найду сарафан, поглажу. Завтра пойду в сарафане. Завтра работаю. В общем, ладно, ребятки. Я побежала завтракать. Всем добрый день. Сварила на обед такую куриную лапшу. Мясо у меня отдельно в коробочку переложила. Мясо отдельно, лапша отдельно. Сейчас будем кушать. Вот я уже налила в ложки. Такая лапшичка с курочкой. Там салатик. Ну, хлеб, наверное, здесь лишний. Это я так на всякий случай порезала. Так, сейчас надо еще чесночка почистить. Такой вот у нас обед. Время четыре часа. Если учесть, что у нас завтрак был полдвенадцатого, то пора обедать. Так, на улице тридцать четыре в тени. Даже тридцать четыре с половиной. Значит, на солнце сорок четыре. На улице почти никого. Народу мало. Все попрятались. В общем, ладно, ребятки. Ребята, девчата, окно откроем. Тут у меня шторка болтается. Так, там у нас лес. Под окном деревья. Машины. Так, ладно, ребята. Пойду я заобедать. Всем добрый вечер. Двадцать шестое. Суббота. Собираемся ужинать. Хотя время уже десять вечера. Так, у нас вот такая пшеная каша с огурчиком, с курочкой. Это не мне. Тут вот рулет с маком. Чай зеленый. Правда, он уже не зеленый, постоял. А мне кашка с молоком пшеная. Так. Мое только вот это вот. Каша с молочком. Все остальное не мое. Так, что у нас там на улице делать? Давайте посмотрим. Так, двадцать восемь градусов. Десять вечера. Похолодало. Так. Солнце уже село. Практически. Нужно было чуть-чуть пораньше на нее выглянуть. Наверное, было тут такое огромное красное солнце. Мне бы на часок пораньше сюда подойти или хотя бы на полчасика, чтобы поснимать закат. Так, ладно, ребятки. Надо идти поужинать. Я уже намылась, в душ ходила, фруктов поела час назад. Сейчас кашки поем и в двенадцать спать ложусь. Боинки. Завтра встаю в шесть тридцать. Собираюсь, подуш собираюсь, крашусь, завтракаю и на работу. Ой, на улице как хорошо. Вот двадцать восемь градусов уже кажется такой прохладой. Из леса такой прям воздух свежий, обалденный. Пахнет травками всякими. Так здорово. Пойти бы погулять. Почему бы нам не пойти бы не погулять сейчас? Или уже поздно? Или просто лень? Вообще-то вот люди ходят, гуляют. Может, нам выйти двадцать восемь градусов. В общем-то уже не так жарко. Можно было бы погулять, ходить. Фух, все равно посвежело. Представляете, после этой сумасшедшей жары, когда на солнце тридцать шесть, в тени тридцать шесть, на солнце сорок шесть, вот так вот дня четыре подряд было, то двадцать восемь уже кажется прохладный денек. Прохладный, отличный денек. Раньше я двадцати восьми боялась, тридцати. Сейчас уже до тридцати. Вот даже недавно совсем было тридцать один на градуснике. Уже казалось прохладно. Куда? Что-то скорые прям три штуки подряд проехали. Какой-то прям ажиотаж. Куда они понеслись? А следом две пожарки. Скорая понеслась и две пожарные машины. Где-то что-то горит. Пожар, наверное. Так, ладно, ребятки. Буду я заканчивать. Не знаю, буду ли я завтра снимать. Ну, может быть, с утра поболтаем на набережный день. Постоим. Если время будет. Если удастся пораньше выйти минут на пятнадцать. Так ты особо перед работой особо-то не поболтаешь. потому что надо к работе готовиться. Посмотрим, как завтра будет. Завтра вроде обещают к вечеру где-то часа в три, в шесть. Завтра обещают дождь, гроза. Со следующий понедельник еще будет так более-менее жарко. А где-то уже со вторника. Во вторник я работаю. Понедельник выходной. Ну, понедельник, как всегда, у меня день тяжелый. Буду уборкой заниматься. В магазин за продуктами схожу. Я на понедельник обычно ничего не планирую, никуда ходить. Да и жарко еще будет. Буду дома сидеть. Мне бы хоть убраться и в магазин сходить. В вторник работаю. А вот среда-пятница уже два таких выходных у меня на следующей неделе. У меня выходные понедельник, среда, пятница и воскресенье. Вот среда-пятница может по магазинам пробегусь, если не сильно жарко будет. Мне там надо кое-что себе посмотреть. Появились новые грандиозные идеи. Я еще старые не себе воплотила. Мне там надо кое-что купить. А у меня уже новые идеи появились. То есть идеи у меня постоянно какие-то происходят. Сейчас у меня новая грандиозная идея фикс появилась. Будем осуществлять. Потом покажу, может быть догадаетесь, что-то за идеи. Потом, если что-то куплю, я вам покажу, вы сразу поймете, какая у меня идея фикс. Ну, постоянно какие-то мысли появляются, там, планы, идеи. Я вот единственное, из-за чего расстроилась, что я придумала в Калининград ехать. Вот из-за этого я сильно расстроилась. Ещё больше расстроюсь, если поездка будет неудачная на родину. Если там что-то меня будет бесить, что-то мне не понравится. Ну, я такой человек, я могу психануть и на следующий же день уехать обратно. Ну, есть, ну, не из-за людей, а могут быть такие причины. Так что, ну, я постараюсь ко всему спокойно относиться, насколько это будет возможно. Ну, такие случаи были, когда мы с сыном уезжали оттуда на дня на три раньше, на неделю раньше. Ну, разные были случаи. Так вот, едешь, вроде хочется подольше побыть, а потом какие-то психи начинаются обычно. В общем, ладно, всё, ребята, побежала я ужинать, а то уже скоро спать, а я ещё не ужинала.